Как жителям республики будет удобнее и дешевле добраться из точки А в точку Б? Сегодня ответ на этот вопрос искали члены правительства. Отменить 21 межмуниципальные маршруты, изменить схему еще восьми. Такой вывод после детального анализа сделали эксперты Санкт-Петербургского проектного института. С предложением специалистов в региональном Миндрансе согласились. Это, как правило, дублирующие маршруты, которые фактически на данный момент не обслуживаются. Изменения межмуниципальных маршрутов планируются. Это, в первую очередь, транспортные средства, которые работают из Чебоксара в пригородном направлении. И сейчас фактически осуществляют перевозку по внутримуниципальным чебоксарским маршрутам. Документ планирования перевозок согласовали со всеми муниципалитетами, кроме Чебоксара. В администрации столицы предлагают отменить сразу 11 маршрутов, которые связывают два города. Алексей Ладоков говорит, что сейчас большинство межмуниципальных автобусов друг друга дублируют. В Чебоксарах всего ходят 490 маршрутов, а из Ново-Чебоксарах ходят еще 337, составляет около 70%, добавляя и дублируя городские маршруты. Как уже было отмечено, заходят и в юго-западные, и на Богданку, и на Университетскую улицу. В Апсаре ходят причем по нерегулируемому тарифу. Доводы властей города в Минтрансе республики не поддерживают. Только в часы пик, отмечает министр, межмуниципальные автобусы перевозят порядка 13 тысяч человек. А в администрации столицы предлагают отменить самые востребованные маршруты. Если мы ограничимся пятью маршрутами, то, соответственно, человеку, который, допустим, живет на Богданах Мельницкого или в юго-западном районе, будет необходимо добираться либо до привокзальной автостанции, либо добираться до Новосельской автостанции, что сильно затруднит передвижение. В таком случае у нас с вами граждане получится, что будут оплачивать два раза. Глава республики отметил, что документ необходимо доработать и найти компромисс. В любом случае власти должны учитывать интересы пассажиров. Мы должны одинаково равно смотреть на всех жителей Чувашской республики, создавая равные права. И касаясь уже единых тарифов, чтобы было удобно пассажирам, понятно, единый поездный билет он должен быть. Но транспортная реформа не должна навредить и перевозчикам, отмечают в правительстве. Есть маршруты выгодные, где на самом деле прибыль только зарабатывают. Есть маршруты убыточные, где, соответственно, никто не хочет возить. Мы возим выпадающие доходы, мы должны возмещать. Это наша принципиальная позиция. К обсуждению документа в правительстве планируют вернуться через две недели. Время еще есть. Дата начала реформы транспортной сети намечена на 2020 год. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Продолжение следует...